К другим темам. 16 декабря на расширенной коллегии управления Роспотребнадзора по Тверской области подвели итоги работы ведомства за 2022 год и поделились планами на этот год. Говорили о санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Роспотребнадзор продолжает участвовать в реализации проекта «Чистая вода». Прежде всего речь о питьевой воде. Отмечается увеличение охватов населения региона качественной питьевой воды и системы централизованного водоснабжения. В городе этот процент составил почти 97%, по области — 84%. На протяжении практически всей истории у нас нет в воде веществ, которые бы вызывали угрозу жизни и здоровья. Вот это несоответствие качества воды в основном за счет вторичного загрязнения железом или первичное. ФТОР. То есть те вещества, которые влияют на органолептические свойства воды и вызывают в принципе жалобы населения. На коллегии подвели итоги летней оздоровительной кампании. В детских лагерях региона отдохнуло более 50 тысяч детей. Работало 662 организации летнего отдыха. Случаев групповой заболеваемости детей за это время не было выявлено. Контроль за качеством пищевой продукции — еще одно традиционное важное направление работы. Удельный вес недовлетворительных проб по микробиологическим показателям остался на уровне 2021 года. Составил 1,7%, в России — 3,3%. Патогенные микроорганизмы, зато у нас были выявлены, это в 16 пробах. Это в птицеводческой, мясной и кулинарной продукции. В ведомстве продолжают следить за эпидемической обстановкой в регионе. За последнюю неделю в Тверской области зарегистрировано 8,5 тысяч случаев уровень, что не превышает установленный эпидемиологический уровень. С начала эпидезона у нас выделяются вирусы гриппозные и негриппозные теологии. С начала сезона превалировал вирус гриппа А, сейчас же преобладает вирус гриппа Б. Но в основном выделяются вирусы негриппозные теологии. Это ретикулосинциальный вирус, метапневмовирус, ириновирус и другие вирусы. За работу, проделанную в прошлом году, сотрудников ведомства поблагодарил заместитель председателя правительства Тверской области Дмитрий Березин. Он также отметил тесное взаимодействие ведомства и региональных властей. Я хочу вас всех поприветствовать и поблагодарить от имени губернатора Тверской области Игоря Михайловича Рудыни за вашу работу, за те совместные мероприятия, которые мы вместе проводим. А это в первую очередь, конечно, работа нашего оперативного штаба, который проводится регулярно. И первое слово всегда предоставляется на этом оперативном штабе вашему руководителю. Потому что все понимают, что оперативная, объективная обстановка, объективная, достоверная информация является для нас определяющей для того, чтобы делать правильные шаги и мероприятия. На коллегии перед сотрудниками ведомства были поставлены задачи и определены приоритеты в работе на текущий год. В частности, это продолжение участия в нацпроекте «Чистая вода», формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни и защита прав потребителей в суде.